всем привет привет сегодня будет алинкин влог алинка у нас увлеклась вязанием крючком крючком ты же спицами тоже вязала спицами уже не очень нравится не очень нравится в общем сегодня будет влог посвящен вязанию ну может быть я параллельно попутно расскажу что еще что я вышиваю ну как-то алинке вышивание не очень понравилось наверное мне придется заканчивать ее начатые работы долин к не ну я потом-то буду бисер сейчас времени 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 мало так в принципе нравится дать тебе тоже вышивка ну в общем что мы решили что-то как-то нас одолели болезни то линка только вышла из больницы на следующий день умудрилась простыть вот не знаю как так можно но в общем мы решили поднять себе настроение дали и решили поехать в леонардо и потратить все деньги которые у нас есть ну а как еще девочки могут развлекаться давно у нас не было шопинга дали мне нужно много пряжи алинке нужно много пряжи но поскольку мы едем в леонардо я не знаю смогу ли я удержаться и ничего не купить наверное вряд ли но в основном мы едем за пряжи я не знаю будем ли мы показывать как мы выбираем в общем мы покажем уже скорее всего дома то что накупили я думаю так будет интереснее еще мне кажется там интереснее будет там интересно как мы выбирать будем ну и мне еще пуговки надо выбрать пуговки ну ладно в общем поснимаем как мы там выбираем я смонтирую видео так чтобы эти ролики были в конце кому интересно как мы выбирали посмотрите все поехали ну вот мы и дома в общем накупили с чего начинать с вязание или с вышивки с вышивки про вышивку же канал канал про вышивку начнем с вышивки все собрались в общем распродажа панны продолжается вот такой наборчик купила очень понравился мне этот попугайчик 199 рублей ну даже если я сама не вышью то на подарок ну я такие наборчики бывает на подарки беру да я не только люблю получать подарки я и дарю подарки для начинающих вышивальщиц подойдет ну хотя мне тоже этот сюжетик очень нравится несмотря на то что он простенький нравится вообще я поехала за конкретным набором от фирмы алиса но что-то алинке не понравился этот сюжет знаете какой мне нравится на коричневый да нет там яркие нитки я все равно его потом куплю попозже если я что-то захотела я все равно куплю кстати этот набор мне очень давно уже запал в душу натюрморт с тыквой от фирмы алиса обалденный я не знаю чем у меня привлек там хризантемы тыква алине не понравилась бутылка там стоит там все сливается вообще там воробей на фоне бутылки сливается сливается на превью на готовой работе вряд ли ну ладно я быстренько по ходу дела передумала и купила дракончика всем известный дракончик эта подушка муж у меня по гороскопу дракон поэтому я думаю вот такая подушка ему в машину вообще будет в самый раз я закончила подушечку сову сову я вышивала в машину сыну вот но там было было загадано желание чтобы алинка хорошо закончила школу сова мудрая птица и действительно алинка закончила на пятерки вот я об этом уже рассказывала так пряжу нас теперь везде ну а теперь буду вышивать дракончика и загадаю желание для мужа мы каждый день с алиной рукоделия общаемся она не верит ни в какие приметы она надо мной все время смеется а я теперь на каждую вышивку загадываю желание и рассказываю ей как эти желания сбылись но она до сих пор в это не верит я участвовал у оксаны зерезы в сп вышивальные приметы и так на них подсела кто смотрел мои видео знают что смех смехом а желание то мои сбываются в общем вот такие покупки ой девчонки цвета здесь обалденный смотрите какие цвета и яркие какие-то как неоновые но это сочетание такое что они так смотрятся на темном фоне вот эти синие голубые бирюзовый обалденно смотрится я думаю нашу папе понравится такой дракончик алинки понравился так ну и теперь теперь покажем что мы купили вязального или с готовых работ начнем сначала покажем что купили сначала покажем что купили а потом покажем что алинка уже навязала в общем то пряжа которая у нас была в доме вся закончилась и посмотрите что мы приперли мы купили вот эту корзину и вот столько клубочков купили немножечко чуть-чуть тоже купили зато забыли инголит первый раз я увидела вот такую блестящую пряжу вообще как увидел схватила сразу донатка очень красиво я тоже пустяне думаю вот или полностью связать игрушку из такой или платьишко например белое сразу ты для мамы купила розовый розовый заячь розового заячь у меня еще оставалось там розовое на дне короче и еще я увидела вот такую вот это вообще просто офигенно велюровая я хочу из этого тоже сделать розового и голубого заячика не уже нашла мастер-класс сейчас начну делать вот научи такая мягкая если купить побольше таких мотков можно плед сделать до плед вообще будет теплый обязательно на мамином наборе грызть в кость вот больше негде примаститься остальные клубки это просто чистый акрил стопроцентный вот разных фирм я взяла попробовать всякие в принципе не практически не отличаются ну потолще у тебя будут любимчики потом расскажешь какие фирмы любимые пока еще тестируем пока я вот вязала только пихоркой детской новинкой то есть стопроцентный акрил а сейчас вот взяла вот такие вот попробовать тоже пихорка ну давай теперь хвари что ты навязала у нас вот он мой любимчик зайка только я хотела чтобы зайка был с длинными ушами я сидела смотрела видео думаю сейчас алинке скажу алин свежи зайца с такими широкими длинными ушами и она раз уже мне выносит и показывает готового зайчика думаю самый первый зайц самая первая игрушка вот делала по мастер-классу на ютубе вот все в принципе понятно было легко но это такой стиль что такие худые уши длинные худые ноги длинные как так должно быть мне нравятся такие игрушки которые болтается так все вот еще собираюсь взять точно такого же зайца только девочку в розовом платьишке вот и глазки немножко по-другому будет не вот я хочу чтобы был розовый белый с розовым зайчик и платьица какой-нибудь яркой всякие всякие у нас теперь весь дом я хочу кращик коррекцию такую так посадить всех а куда-нибудь а куда же мама подушки будет раскладывать вышит и вот для этого это моя самая последняя работа вообще начала я как бы это все с пинеток самые первые мои пинетки то вот эти на спицах я попробовала вот это в принципе единственные пинетки на спицах а нет вот эти еще да это вторые вот на спицах мне как-то не очень понравилось вязать и я перешла на крючок потом связала вот эти это получается самый первый крючком потом начала взять такие носочки но это уже то же самое просто мне понравилось как они вяжутся и продублировала еще три раза пока в больнице лежала га вязала пинетки в больнице как-то не хотелось ничего нового пробовать и вот пришлось короче там бабушки с тобой лежали не спрашивали зачем тебе столько пинеток нет куда вот мне столько пинеток теперь не знаю дарить будем у нас не так часто у знакомых рождаются девочки чтоб дарить значит вяжи голубые чтобы еще дарить мальчиком вот на и вот такие вот еще связала последние пинетки как сапушки валюночки молодец а вот эти вот бело-красные одинаковые зачем связала разный размер дайте разным крючком это крючок у меня был двойка это тройка и такая разница большая прям вообще сильно отличается а ну и хрюшка как можно забыть про хрюшку у меня осталось просто чуть-чуть прямо пряжи и решила хрюшку связать тоже по мастер-классу слушай надо было вчера и снимать когда у нее глаза были из крупных у нас короче не было глаз я не хотела ниткой вышивать не хотела сразу глазами глаза ниткой вышивать вот никаких бусинок не было привязала такие огромные фиолетовые короче него глаза на выкате были так смешно было накрыться похоже был потом все-таки решила оторвать и пришить я купила мелкие бусинки коричневые черные не нашла но алина решила из ниток сделать но так тоже нормально из ниток но все равно хотелось бы вы узнаете мои пуговки куда не пропали я купил вот такие же пуговки и еще купила материальчик зелененький в горошек на оформление подушечки ну что молодец молодец а это шапочка шапочку не показали . точно но это в комплекте вот так вот чепчик тоже по мастер-классу туда очень красивый я начала такой же еще один делать только не с красными оборками а вот с розовыми в комплект вот к этим вот так вот даже если буду продавать так можно положите комплектик такой на выписку например к друзьям в роддом придете да ну нам сначала ребеночка найти чтобы померить с размером определиться ну а чё ну там у него рожденных 6 8 сантиметров как раз получается ну а сейчас покажу что я делала на прошлой неделе кстати меня зовут фрэнк фрэнк а я вчера в инстаграм уже выставила фотку фрэнка и вконтакте тоже уже все знакомы с фрэнки я решила все таки попробовать вышивку гладью этот наборчик мне татьяна шумилина прислала что-то он у нее не пошел хотя татьяна умеет хорошо вышивать гладью она вышивала шелком на батисе в общем нас молода умела вышивать но как-то у нее этот наборчик не пошел таких наборов 2 есть маки и вот эти хоризонтемки вот на этих хоризонтемках очень очень мелкие получаются стежки я хочу сказать что это очень было сложно но я первый раз вышивала гладью это моя первая работа поэтому тут конечно ужас ужасный я хотела купить сегодня в леонардо такую же тарелочку с маками но к сожалению ее там не было я целый час рылась пыталась найти но не было у меня есть конечно же другие наборчики вышивка гладью я все равно буду продолжать но с маками тоже я тарелочку хочу в пару к этой что хочу сказать о вышивке гладью в общем целом мне понравилось но на мой взгляд это очень сложный процесс намного сложнее чем вышивка крестом вышивка крестом у меня сразу пошла все как-то нормально было а здесь нет здесь такие идеально ровные стежочки не получаются хотя и хотя и крестики не всегда идеально ровные получаются но все-таки там как-то проще по рисунку идти а здесь вот здесь даже не нарисовано было направление стежков откуда начинать этот стежок то есть направление выбираешь сама вот как листик идет так сама и придумываешь тем более вот на хоризонтемках здесь не так как на листочках нужно было выполнять стежки а косыми стежками тут вообще не знаю что у меня получилось в общем намучилась я с этой тарелочкой намучилась но распарывать ничего не стала поскольку татьяна уже вышивала распарывала я думаю сейчас если я еще распарю то в общем не знаю как какой итог будет у этой тарелки ладно пусть останется так как есть принципе похоже на оригинал но руку нужно набивать вот это портянка хорошо сегодня пошопились один только минус эскалатор не работает вот этот мешок надо было нам переть такие ступеньки в лесу лены такие в общем да тяжелый получилось вообще почему-то эскалатор по эскалатору так тяжело там такие крутые ступеньки ужас просто нравится ну давай делай зайчика и потом покажем а я набираю я набрала там сначала мне нужно было черную там чтобы глазки девять причем черный мне нужно было много белого потом серый для мишек коричневый и потом мне понравилось это голубая там короче ну и еще вот это голубая это фиолетовая к вами подхожу мангарта где розовый для девочки ничего не взяла она как я думал вам и сейчас скажет хватит и куда много набрала я сказал иди еще розовый бери еще розовый бери 10 раз ездить не буду туда-сюда и красненький шопится так шопится по полной программе чуть 10 раз туда-сюда машину гонять леонардо далеко но все мы довольны на работа непочатый край а я этот наборчик хочу начать а леонардо у нас в другом конце города у нас конечно не смотрят руководители магазина леонардо но если бы открыли в центре у нас здесь торговый комплекс восход мы бы там ходили каждый день такими покупками но в общем вот такие у нас покупочки ричард трогай зайцем его ричард а ричард нас он охотится на моего зайца он любит у нас мягкие игрушки надо ему тоже что-нибудь связать с вами прощаемся пока 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 Наборчики для шитья, наборы Кларк. Можете не нанять такой набор, там, в принципе, легкие у них? Ну, сейчас посмотрим, какая цена. Вот это мой любимый отдел. Алина, вот здесь есть полка, всегда товары по акции дня или акции месяца. Здесь, правда, цены иногда бывают дороже, чем... Вот, смотри, какая-то обезьянка, тоже для шитья. А, это магнит-обезьянка. Блокноты. 80 рублей? Да, пирожка вижу. Махнатые. Так, полная шерсть. Так, полная шерсть. От образец. Стрелочка мягкая. М? Такая мягкая. Какой состав? Бомбиночная, такое невидимое. Только шерсть не бери. Шакрил. Ой, а вот как красиво с переходами, смотри. Такая тоненькая вязка. На спице, да. Акрил 65. Шерсть немножко. Не, шерсть тоже хочу взять. Как велюровая. Я же вообще не в курсе. Алина хотя бы уроки смотрит по вязанию, а я не в курсе. Акрил 91. Почему-то я не понимаю, они одинаковые абсолютно, только вот это 246 или это 17. Или это вот это? Фирма одинаковая. А, это вот это. Это другая, да. Алина, это 246. Это 246. Что за долгая? Тонщая нить. Мне надо толстая. А зайчика тебе надо из толстых вязать? Ну, это две нити вяжут и по руку. А, понятненько. А я свои любимые буду смотреть наборчики. Смотрите, девочки, акция на наборы панна продолжается. 199 рублей. 341. 99. Распродажа. Все еще продолжается. Ну-ка, покажи Бау. Вообще, это кайфасная. Сейчас дома покажем, что наступили. Куда складывать будем? Короче, надо посмотреть в детском мире. Помнишь, у меня в детстве такая корзинка была сетчатая, она складывалась. И у меня там игрушки мягкие были. Вот, если такую сейчас купить, можно туда пряжи накидать и будет стоять удобно. Можно посмотреть? Пошли посмотрим. Что такое еще? Ничего себе вот это надоет. А, это вот для чего. Понятно. Ну, смотри, вот это что нужно. Да, чтобы наши рукоделки сложить, точно нам вот такой вот нужен батут. Целый. На всю комнату. А что, нормально, туда все запихался, что я, убрался. Эскалатор наверх не работает. Вниз работает, наверх едет. Будем так подниматься. Какие крутые ступеньки. Как будто на Эверест забираемся. Боже мой. Какой ужас. С шумками. Ужас с таким баулами. Вот этот шопинг сегодня у нас. И лучше бы вниз не работал. Какое у нее лицо грустное. Ей не нравится этот наряд. Я вам. Суровая такая женщина. Это вообще такая. Ну, она такая недовольная. Еще так руку держит. Да что на меня напялили? У меня и так фигуры нет. Еще такое балахон. И эту тоже не понимает. Что на нее надели такое. Но это еще ничего, ладно. Какая-то вот жилья. Ну, ладно, сойдет. Боже. Это самая красотная какая. Рядилась. Всем привет. Меня зовут Ричард. Если ты любишь на меня смотреть, подписывайся на канал, жили-были. Всем привет. Меня зовут Фрэнк. Если тебе понравилось мое видео, поставь лайк. И подписывайся на канал. Всем пока-пока. Всем пока-пока.